Привет, с вами Виконство. Сегодня мы погуляем по вечернему судаку. Выхожу я в сторону Кипарисовой аллеи. Давайте пройдемся сегодня вечером, посмотрим количество отдыхающих. Ну и чем занимается народ после того, как целый день купались в море. И уже будем выдвигаться как раз в самое пекло. Там, где людей очень много. С левой и с правой стороны нас будут окружать вдоль набережной. Магазины, которые занимаются продажей товаров. И вот рынок вечерний. Настойки, мед, арахис в банке. Всякая всячина. Вареные раки и креветки. А почем вареные раки? Ну и тысяча килограмм, тысяча шестьсот. Тысяча шестьсот и две. Тысяча рублей. Тысяча рублей, спасибо. Цену вы услышали. Кстати, напишите в комментариях, какие у вас цены. Я думаю, немножко подешевле. Но не забывайте, вы находитесь на курорте. Ну и посмотрите количество отдыхающих. И Парисовая аллея чем привлекательнее, так она просто выходит на набережную. Странно, что еще музыка не играет. Время на часах без двадцати восемь. Но должны, должны скоро включить. А так, конечно, хочется иногда пройти в тишине, чтобы ничего не гудело, не шумело. Не было этого шума. Здесь такое сужение. И посмотрите, просто толпы идут. Очень интересно то, что сейчас начался бархатный сезон. И цены в Крыму выросли. То есть на жилье можно было снять процентов на 20-30 меньше, чем бархатный сезон. Вот вам и Крым. Я вот сколько раз проходил мимо этой столовой, постоянно здесь сидит народ. Очень много людей. Давайте, кстати, глянем, какие здесь расценки. Что почем. Быстренько пробегимся, чтобы вы как раз узнали. Вторые блюда. Спасибо. 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 И здесь, видите, насыпают. В общем, что захотели, то и выбрали. Еще с той стороны можно заказать себе коктейль. Людей много, значит, эта столовая пользуется спросом. Но если кто подскажет, то в комментариях, я думаю, вы мне напишите. И вообще, были ли вы здесь в Судаке, где вы питались? Очень много людей задаются вопросом, так как не все готовят дома. И выбирают столовую. Но выбирать нужно также с умом. Можно пойти в столовую там, где подешевле. Но не факт, что еда будет очень качественная. Я пробовал несколько столовых и остановился на одной. А так, конечно, столовых очень много. Можно ходить, бродить. Но лучше всего найти подходящую для вас по кошельку, по вашему бюджету. И кушать там. Вот такой легкий сверху дымок идет. Там готовят массовую продукцию. Завтраки, ланч, обеды. Это чисто булка, без начинки. А в какую цену? По 50. Спасибо. Плов в больших чугунных казанах готовят. Это чугунный казан, да? Чугунные казаны популярные. Во-первых, их надо раскалять, чтобы он красный становился. Но я образно говорю. И потом только делать хороший зируак. Я смотрел, как делают плов в Узбекистане, то наливают туда масло и раскаливают его. И потом вскрывают зирвак, кидают лук, либо какие-то остатки мяса. И после этого уже засыпают все остальное. Рис предварительно замачивают на несколько часов до приготовления, чтобы он набрал свою форму и немножко набух. И после этого, конечно же, можно добавлять либо говядину, либо баранину. А там уже по вкусу. Очень много интересного всего. Можно рассказывать за блюда и еду, потому что эта тема крайне популярна. Так как все едят, все кушают, все хотят посмотреть что-то новенькое, попробовать. Еще одна особенность приготовления плова в Узбекистане. Так там можно спокойно перейти на рынок и купить порезанную морковку готовую. Там два вида морковки. Одна красная, нами привычная вся. И вторая это желтая. Желтую я крайне редко встречаю, но они добавляют ее в плов. Ну и конечно же, куда без зиры. Зира есть дикая, горная и очень много специй, которые присущи только для плова. А не то, что вы купите в магазине набор приправ. Все-таки если будут там натуральные приправы, то вам повезет. А если нет, то, ну к сожалению, вы не почувствуете вкуса настоящего плова. Народ начинает потихоньку стягиваться на Кипарисовую аллею и гуляют вдоль набережной. Посмотрите теперь с этой стороны. Очень много с гор сливается всякой грязи, мусора. И после этого вода становится вот такого серого цвета. И посмотрите, какой закат. Из-за генуэзской крепости видно, там где-то должно садиться солнышко. Но, к сожалению, уже мы не увидим это. Только отголоски заката. Так вообще красиво. Посмотрите, отдыхающие купаются. Сейчас очень душно, поэтому нужно окунаться в воду. Там немножко попрохладнее все-таки. А так, конечно, здесь днем ни пройти, ни проехать. Ни на чем. Закат, конечно, шикарный. Видите, вода какая. И песок мокрый. Сегодня также был днем небольшой дождик. И после этого всех намочило. И многие поуходили домой. Дождь все-таки распугал посетителей и жителей Судака. Ведь идет с той стороны сплошной поток людей. Но все, кто там живет, потихоньку выходят в сторону Кипарисовой аллеи. Пройтись вечерком, погулять, подышать свежим воздухом. Давайте спустимся сюда еще на пляж. Здесь никого вообще нет. Все порасходились. Рыбаки, что ли? Нужно будет подойти поинтересоваться, как обстоят дела с клевом. Есть ли тут вообще рыба? Есть, но с каждым годом ее становится меньше и меньше. Яркие какие пуфы. Идем на пирс. Сейчас узнаем у рыбаков, как там обстоят дела с рыбалочкой. По многим интересна тема рыбалки в Крыму. Посмотрите, какой цвет воды. И вот медузы. Две штуки парой плавают. Вот еще одна. Вечером купаться тоже прекрасно. В плане того, что на улице немножко попрохладней, и вода, кажется, потеплее, чем обычно. снасти. Ну, а рыба здесь есть вообще, нет? Или вот только закинули? Пока не видели. Ясно. Пока не видели. Как же хорошо гулять, когда очень мало народа здесь. идешь и кайфуешь. Реально получаешь удовольствие. Конечно, у этих ребят, которые занимаются разносом этих всех вещей, установкой шезлонгов, однообразная рутинная работа. Представьте, это каждое утро в часика в 6 утра, а то и пораньше, нужно прийти, навести порядок на этой территории. И потом уже заниматься целый день раскладкой этих всех вещей. Ну, и вот потом все в кучу сюда сложить. Одно и то же. Каждый день. Тоже, наверное, надоедает. Хотя они находятся на берегу моря. Он выбросил, видите, ящерицу. Давайте еще немного пройдемся. Мне нравится ходить вот так. Спокойно, не спеша, с расстановкой посмотреть на море. И когда остается один день до завершения вашего отдыха, то как-то неохота становится уезжать. Поэтому нужно делать побольше фотографий, делать побольше видео, чтобы можно было потом приехать и на досуге все посмотреть. И вспомнить, как было здесь хорошо. Видите, вымывает гальку. Вообще, нужен шторм для того, чтобы море очистилось. Вся грязь, вся муль с моря выйдет на берег. И после этого море будет немного чище. А так оно туда-сюда эту коломутную воду гоняет и все. Видите, здесь вечером устанавливают вот такие вот лампы. Ну и потом здесь положат эти пуфики. И здесь можно провести романтический вечер. Видите, как песок вымыло. Вот это, сейчас говорю, были дожди. Вот с той стороны это все вымывало. Представьте, это какой поток должен быть, чтобы вымыть вот столько песка. это все ушло в море. А море потом назад это будет все отдавать. Видите, здесь такая переправа. и можно идти дальше. Шезлонги уже все собрали. Вот если подойти, вот к примеру, вечером взять, вам подойдет, кто-то скажет, что это услуга платная, либо только днем они работают. Приезжайте почаще на отдых, отдыхайте с душой, делайте это время запоминающимся. С вами на канале был Виконста. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok